Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания. Сегодня я хотела бы зачитать одно письмо, которое мне пришло примерно 10, ну может быть около двух недель назад. И так получилось, что человек в одном письме задал вопросы, которые многие задают, и затронул темы, которые, как я вижу по вашим комментариям, тоже многим интересны. И так, сейчас я зачитаю и постараюсь ответить, как на вопросы, и постараюсь развить темы, которые были обозначены в этом письме. И так, Лилия Франц, берегите и любите себя. Ваши проблемы со здоровьем возникли не совсем от непривычного питания, а в большей степени от психосоматических причин. Недостатки есть у всех людей, и ваш муж совсем не идеал. Не стоит уж так его на пьедестал возводить, так как все в жизни может быть. Огромными буквами написано. Нельзя быть уверенной в другом человеке. Пути Господни неисповедимы. Желаю вам настоящего счастья. Видимо, сейчас у меня счастье не совсем настоящее. Про мужа написала, так как посмотрела ваши видео, и есть мне хорошие звоночки. Может, я и ошибаюсь, но решила поделиться своим мнением. Я недавно подписалась на ваш канал, но вот только не поняла. Все мнения, которые в разрез идут с вашим, вы удаляете. Я не имею в виду оскорбления, а просто другие мнения. Не знаю, может, я плохо смотрела, но в Париже джентльменов очень мало. Заплатили за номер, но с дочкой улетели на 5 дней в Мюнхен, так как наши вещи вынесли, а номер сдали другим людям. Правда, по прилету освободили его, но осадок неприятный остался. Дали компенсацию смешную 20 евро и сказали, что у них так принято, и скажите спасибо. Просила помочь тема чемодан занести, так как с коляской и сумкой была. Но меня вежливо и троеточие. Не очень-то помогут французские мужчины, к сожалению, столкнулась с этим. Возможно, и дарят цветы, но вот с благородством большие проблемы. Ну, начать хочу с конца. Мне часто поступают вопросы от женщин и девушек, которые ищут друга или спутника жизни француза. И тоже часто спрашивают, насколько щедрые, благородные, вежливые, воспитанные французские мужчины. Я уже делала несколько видео на эту тему, не хочу повторяться. Если есть желание, вы посмотрите. Но хочу добавить от себя сегодня только одно. Может быть, я такой человек, как говорится, шанти, то есть вежливый со всеми. И ко мне также относятся. Может быть, мне просто везет, но скажу так, что на моем пути встречаются в основном благородные, вежливые, воспитанные, помогающие французские мужчины. Это раз. Второе, что касательно Парижа. Очень часто, просто невероятно часто мне пишут, что я вот приехал или приехала в Париж, и вот там таксист мне нахамил, или там в отеле ко мне неуважительно отнеслись, или там вот я приехал, я в Париж приехал, и вот, ну, значит, я такой крутой или такая крутая, классная. И вот я не получил того сервиса, за который типа я заплатил. Я сейчас объясню. Во-первых, вот нагрубил, нахамил. Вот у меня тоже недавно было письмо, мы общались. И как оказалось, таксист, который нагрубил, он абсолютно в процессе общения выяснилось, что он даже и не француз был, и что даже и разговаривал на ломаном французском. Так что, если судить о французских мужчинах только по тем, которых вы встретили в Париже, то, как в любой столице, в Париже очень много иммигрантов. И есть, конечно, там буржуазные районы, где остались французские семьи с историей, и воспитанные, и, ну, благородные, как хотите, называйте. Но Париж, как и многие столицы нашего мира, он переполнен иммигрантами. И поэтому, если вас как-то где-то оскорбили или не так ублажили в отеле, понимаете, я скажу так. Вот, конечно, да, живя в странах СНГ, люди, которые имеют возможность выехать на Бали, в Париж, не знаю, там, в Милан. Естественно, это люди, у которых достаток намного выше среднего. Что касается Европы, поездка в Париж, она не считается чем-то таким экстраординарным или таким чем-то, ну, сногсшибательным, так скажем. И она не является для кого-то таким, возможно, как для многих из нас, путешествием в город мечты. И поскольку многие, кто побывал в Париже, они были просто им разочарованы. Разочарованы тем, что он очень изменился, он переполнен иммигрантами, он не такой чистый, он не такой романтичный. Ну, в общем, я не знаю, конечно, может, парижане на меня обидятся и поставят тысячу дизлайков. Я прошу прощения, но это моё мнение, я не буду говорить то, о чём я не думаю, и я не буду говорить то, что я не считаю, что оно так есть, понимаете. Так что, судя о Париже, потому что многие вот пишут, мне туристы, мне многие пишут, я вот был в Париже, и вот то-то, то-то не так. Понимаете, не надо ехать в Париж, это то же самое, что вот я сейчас скажу, вот я была в Марселе, и в Марселе, ой-ой-ой, и ай-ай-ай, и буду думать, что вся Франция такая. Или там, побывав в Париже, увидев эти миллионы иммигрантов, и эти нечистые улицы, и всё вот это, и вся Франция такая, нет, понимаете, нельзя судить так. И если вас там кто-то обидел или не так к вам отнеслись, поймите, если вы с людьми так же открыты, благородны, так же воспитаны, к ним обращаетесь, то я не думаю, ну как, если вы скажете добрый день, и попросите о помощи, и вас пошлют куда-то. Ну не знаю, у меня таких вот, например, примеров не было, не было у меня таких случаев. Если я с человеком очень вежливо общаюсь, то я получаю вежливость взамен, ну может мне, конечно, везло. Что касательно описанного случая с гостиницей, здесь я могу поверить, поскольку сама оказалась, ну не в такой ситуации, но тоже были сложности с хозяйкой виллы, которую мы снимали. Дело в том, что человек приходил в гости, когда его не просили, и без стука, без, тоже в моем присутствии показывал виллу другим людям. И как бы такое, к сожалению, случается, но я думаю, что это не характеризует невоспитанность или какую-то там, ну не знаю, плохую сторону Франции. Такое случается везде, как я поняла. Раньше я думала, что нет, здесь вообще такое невозможно, но как оказалось, возможно. И по комментариям под тем видео я также поняла, что такое случается не только во Франции, не только там в Крыму, не только в Италии, но и во многих-многих-многих странах. Что касательно проблем со здоровьем, я не знаю, я не доктор, я не врач, и вообще, как бы, тему здоровья я стараюсь после одного случая вообще не затрагивать. И что было, что было, видео по поводу моего здоровья и того, что я перенесла, я удалять не буду, тоже, если есть желание, можете их посмотреть. Но больше эту тему я развивать не буду, скажу только одно. Как бы все мои болячки остались в прошлом, и, ну, в общем, на эту тему я вообще не хочу больше рассуждать и обсуждать ее, поскольку был достаточно негативный опыт. Ну и касательно моего мужа, пьедестала и звоночков. Ну, что я могу сказать? Я не знаю, конечно, может быть, действительно, я в своих рассказах его идеализирую или рассказываю о каком-то невероятном марсианине, которых вообще, наверное, не существует ни в природе, ни в мире, и только вот, наверное, я сама такое вот придумываю, рассказываю, не знаю я. Может быть, складывается такое мнение, но из того, что я сказала, на 100% все правда. И любой человек, который знающий моего супруга, может это подтвердить. Но и относительно пьедестала, и не знаю, я никогда никого не ставила на пьедестал, мне комфортно с этим человеком, мне хорошо, и ему, надеюсь, тоже. И как бы какие бы мне были по характеру, какие бы мне были одинаковые или разные, это наша семья, это наша жизнь. И как бы я не выношу на всеобщее обозрение, например, какие-то такие вещи, может быть, если бы я даже и рассказала это все, то мне бы, наверное, вообще никто бы не поверил. Поэтому я то личное, то замечательное, хорошее, прекрасное вообще оставляю по ту сторону камеры, и это мое, и это, вернее, это наше. Ну и что касательно звоночков, и что ваш муж не идеал, понимаете, это вообще, ну, честно сказать, когда вот, ну, мне приходят такие комментарии, я не буду скрывать, и я их не удаляю. И тоже, если есть желание, можете пройти и посмотреть на эти комментарии, где пишут там всякое разное про моего супруга. Как можно, ни разу не видя человека, ни разу не общаясь с человеком, вообще не зная его, судить, что он идеал или не идеал, и что из моих рассказов были какие-то неприятные звоночки. Это вообще, ну, знаете, это такой абсурд, который даже, ну, и обсуждать не стоит, поскольку я бы поняла, если бы там, ну, касательно меня, мне бы сказали, вот, Лиля, ты себя идеализируешь, там, говоришь, что ты там такая хозяйка, или там такая работяга, или там такая мама. Но ты на самом деле не такая, поскольку мы вот видим твои видео, мы слушаем тебя, и мы, значит, сделали какие-то выводы. Ну, как можно сделать выводы о том, кого ты ни разу не видел, не знаешь, и вообще, вообще, ну, как это, о призраке, о мифе, это просто смешно. Ну, что касательно комментариев и удаления, если кто-то думает, что я оставляю только комментарии, где мне поют дифирамбы, и пишут, какая я там умница, красавица, хозяйка, и так далее, и так далее, нет, я вообще никаких комментариев не удаляю, потому что, во-первых, у меня нет на это времени, я даже самых хороших людей, вот, мне пишут на мою почту, и то не всегда, там, в первый, во второй, в третий, в течение недели сейчас только имею возможность отвечать, но я тем более не имею возможность читать какие-то там пошленькие комменты и тратить своё время на их удаление. Единственное, что, как я заметила, я не знаю, как это происходит, вот приходят, если там комментарии какие-то, пробегаешь глазами, там, с матами. Раньше я старалась их, конечно же, убрать, потому что, ну, неприятно, грязь, всё-таки, твой канал, это как твой дом. И какая-то грязь, какая-то вот эта вот гадость, которая к тебе залезла, естественно, ты хочешь эту гадость, как таракана, вытравить. И поэтому я в первое время, вот, сама удаляла комментарии, где там пишут ты, ну, и красивые слова народного фольклора. Сейчас я этого не делаю, но я, что я заметила, они куда-то сами исчезают, наверное. Это или как-то сам YouTube это делает, или какие-то есть администраторы, не знаю я, как они, ну, как они называются, модераторы, которые чистят, как бы, вот это вот сквернословие. Потому что, ну, я вот смотрю, что вот, думаю, ой, там под тем видео какие-то там матюки понаписывали, надо их поудалять. Я захожу, а этого уже нету. Так что, ну, а комментарии, где мне пишут, высказывают люди своё мнение, я наоборот приветствую, я и вот как вот с этим, вот, ну, комментарием, как видите, я обсуждаю, я рассуждаю, я веду диалог. И я не удаляю, какой смысл, почему, если человек имеет своё мнение, почему я должна, ну, его удалять. Он высказал своё мнение, я высказала своё мнение. Если там кто-то с чем-то не согласен, ну, это же нормально, это жизненно. Так что, я ничего не удаляю. Мне, конечно, очень приятно, я очень всех благодарю, кто пишет какие-то слова поддержки, какие-то добрые пожелания, там, мне, семье, деткам моим. Это очень приятно, и от меня, ну, большое, вот, человеческое спасибо за это. Ну, а тем, кто пишет комментарии с подковырка или какие-то там такие, там, вот, мне вот девчонки написали, ой, ты так посвежела, похорошела, там, в полный рост тебя увидели, ты постройнела и так далее. И наряду с этим, вот, пишут, вот, ты там, жирная картошка и так далее, и так далее. Я, ну, как, раньше немножко как-то обижалась, сейчас вообще мне, честно сказать, пофигу, извините за такое слово, но действительно это так, поскольку, ну, ну, что взять с людей, которые, ну, ну, такие они, такие, что с ними поделаешь. Отдельное спасибо Татьяне Ивановой, которая оставила вот такой вот комментарий, и не только под этим видео, а под многими моими другими видео. И надеюсь, что мои ответы вас не разочаровали, и, как видите, я не боюсь чужих мнений и не боюсь каких-то там подковыристых комментариев. У меня всегда есть ответ, даже если он, ну, выражает только моё видение жизни и только мою точку зрения. Всем большое спасибо, что вы были со мной, и до новых встреч, пока-пока!